Спонсор канала – компания Thermaltake. Thermaltake. Игра еще легче. Всем привет, я Настя и это Технокухня. Давайте разберем новую плату серии ROG под новый Intel чипсет Z97. Плата стоит 8000 рублей и это, собственно, настораживает, так как ранее новые ROG-платы уходили минимум за 12000 рублей. Но, собственно, достаточно поглядеть на внешние разъемы, где всего 4 USB 3.0 порта, то становится понятно, что этим летом Asus предпочитает экономить и урезать. А ведь это уже седьмая серия. Формула 8.8 или 8.4.4, иными словами, для двух, но не для трех карт. Естественно, нет ни Wi-Fi, ни Bluetooth, ни второго LAN, ни второй микросхемии BIOS, ROG-биднота Edition. Даже слота после первой видеокарты нет, хотя это оправдано в 99% случаев. Кому-то может не понравиться, что нет дисплейпорт, но кто на таких матерях пользуется встроенной графикой? А так, в целом, на наш взгляд, очень удачная плата, где нет ничего лишнего. Верхний порт останется под серьезную звуковуху, хотя и встроенной очень высокого класса. Далее может располагаться видеокарта с двумя или тремя слотами расширения. Большое расстояние между видеокартами способствует лучшему охлаждению. Гигабитный сетевой контроллер Intel прекрасно раскроет возможности вашего интернета. Далее AOS M.CTA и все версии 3.0. Есть внешняя кнопка сброса BIOS. Есть внутренние кнопки включения и выключения сброса компьютера. Плата прекрасно разгоняет процессоры и поддерживает каньоны. Казалось, что еще нужно? На наш взгляд, цена завышена. Да и мало внешних USB 3.0 портов, внутри только один USB 3.0 порт. Итого процентов 40. Стоимость это Asus Plus Rock. Вы платите за имя. А с вами была Настя. Всем пока-пока.